Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 5800 кировчан вывели в этом году из зарплатной тени. Это данные за 10 месяцев 2023 года. Цифры были озвучены на встрече работодателей и представителей власти и контролирующих органов. Передают бизнес-новости в Кирове. Работодатели заметили, что часто соискатели сами просят, чтобы их не оформляли официально. Представители службы занятости населения, в свою очередь, напомнили, что в таком случае работники несут ответственность за неуплату налогов, а также не имеют практически никакой законодательной защиты. Например, в 2023 году 22% от общего числа случаев тяжелого и смертельного травматизма произошли с работниками, которые трудились неофициально. Их семьи в этом случае не получили никаких страховых выплат. В Кирове проведут конкурс проектов для строительства кампуса. Идею провести такой конкурс предложил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. Сделать это хотят в преддверии 650-летнего юбилея Кирова, рассказал в своем телеграм-канале первый зампред областного правительства Дмитрий Курдемов. Цитирую, уверен, что талантливые архитекторы смогут предложить интересные решения для нашего кампуса. С благодарностью приняли предложение «Внесем в план юбилейных мероприятий», – написал зампред. Отмечается, что конкурс будет международным. В эфире «Экономика». Т-Плюс представила план реконструкции теплосетей Кирова на 2024 год. Презентация состоялась на совещании с представителями администрации города и Министерства энергетики и ЖКХ. В планах кампании строительство новой газовой котельной в Порошино, устройство дренажных труб для отвода грунтовых вод от теплосетей и автоматизации оборудования. Всего Т-Плюс обновит в областном центре 36 объектов тепловой инфраструктуры и 40 километров трубопроводов. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей Кирова, отмечают в кампании. Энергетики учили пожелания городских властей в юбилейный для Кирова год перенести акцент с центральной части города на периферию. Поэтому в программе 2024 года большой объем работ пройдет в юго-западном районе и в микрорайонах Лепсе и Дружба. Все проекты реконструкции предусматривают устройство временных трубопроводов для обеспечения жителей горячей водой на весь период работ. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.